Рассмотрим вот такую зависимость, которую мы каким-то образом померили. Как такую зависимость приблизить при помощи сигмоид? То, что я сейчас делаю, не происходит при обучении нейронных сетей. Однако, это хорошая иллюстрация того, как мы, в принципе, можем подобрать такую нейронную сеть, точнее, параметры нейронной сети, чтобы она хорошо приближала некоторую зависимость. Итак, вот у нас есть наша нейронная сеть, вот она слева, и вот у нас есть зависимость справа, y от x. Попробуем подобрать параметры первого нейрона. Это вес входа в первый нейрон, смещение первого нейрона, вес первого входа во второй нейрон и смещение второго нейрона. Как мы это сделаем? Мы это сделаем следующим образом. У нас вот этот первый нейрон должен хорошо приближать первые точки нашей зависимости, то есть крайние левые точки. Можно придумать такую сигмоиду, которая хорошо проходит через эти точки. Вот, это сигмоида. У нас много нейронов, каждый из этих нейронов будет выдавать некоторую функцию, которую мы будем обозначать штрихами соответствующего цвета. А финальная зависимость, которую выдает вся эта нейронная сеть, будет обозначена сплошной оранжевой линией. Первый нейрон, вот он у нас должен выдавать вот такую сигмоиду. Как подобрать параметры этой сигмоиды? Можно это сделать достаточно просто следующим образом. Во-первых, центр этой сигмоиды, точнее его смещение, будет задавать параметр b11. А именно это смещение будет равно минус b11. Далее, расстояние между минимальным и максимальным значением этой сигмоиды, оно будет задавать параметр w21. Таким образом, мы уже подобрали b11 и w21. Далее, параметр b21, а именно смещение последнего нейрона, оно будет задаваться расстоянием. Состоянием между минимальным значением первого нейрона и нулем. То есть, насколько вверх или вниз нам нужно сместить первую сигмоиду. Ну и здесь нам повезло, это значение будет равно нулю. Но вот это значение b12 в любом случае будет задаваться вот этим смещением вверх или вниз всей этой сигмоиды. И последнее, это значение w11, мы будем подбирать так, чтобы оно наилучшим образом у нас подгоняло вот эти точки. Таким образом, мы выбрали вот эти вот первые четыре параметра. То есть, мы подобрали один нейрон. Теперь добавим еще один нейрон. Как нам подобрать параметры нового нейрона? Второй нейрон должен выдавать такую функцию, чтобы при сложении ее с первым нейроном, результирующая функция подгоняла хорошо значения как те, которые мы уже подогнали, так и некоторые новые значения вот эти. Ну, можно повторить всю ту же процедуру, которую мы сделали с первым нейроном и получить параметры второго нейрона, за исключением параметра b2.1, а именно смещения второго нейрона, потому что смещение второго нейрона уже подобрано, и все новые сигмоиды у нас будут начинаться с нуля и заканчиваться на каком-то значении, которое будет регулироваться параметром w2n, где n это номер нейрона. Итак, мы подобрали параметры второго нейрона. Результирующая функция это у нас вот такая оранжевая функция. Дальше мы можем таким же образом подобрать параметры третьего нейрона. И теперь мы можем заметить, что несмотря на то, что у нас функция оранжевая, это сумма сигмоид с какими-то параметрами смещения, амплитуды и наклона, несмотря на это все, вот эта вот оранжевая функция уже достаточно сильно отличается от обыкновенной сигмоиды. Дальше мы можем добавить еще один нейрон, который еще больше точек хорошо приблизит этой зависимостью, ну и так далее. Таким образом мы с вами построили процесс, как подобрать параметры вот такой нейронной сети, чтобы она достаточно хорошо приближала вот такую абстрактную зависимость. Что здесь стоит отметить? Здесь стоит отметить, что результирующая зависимость, которую выдает нейронная сеть, это сумма сигмоидных функций с различными параметрами.